Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. Сегодня у нас мечты о вечности глобальных проектов. Раздел «Геостратегия». Ко всем проектам, вне зависимости от типа, а именно национальные, региональные, глобальные, применима модель жизненного цикла с периодами младенчества, взросления, молодости, зрелости, увядания и смерти. Модель настолько типовая, что даже рисовать нет смысла. Для каждого этапа характерен свой уровень энергии, а именно пассионарности носителей. Время течет, одни проекты слабеют, другие усиливаются. Меняется баланс внешней и внутренней энергии, пассионарности, что требует изменений стратегии взаимодействия проекта с внешним миром. Очень часто должной рефлексии не происходит, отчего гибель наступает раньше срока. Если давление и энергия внутри проекта выше окружения, то он ведет экспансию или выкачивает ресурсы из внешнего мира. При обратной ситуации строят стены, барьеры, закрывая отдельные, наиболее критичные направления. Для примера, при более слабой демографии необходимо ограничить приток мигрантов. При сильной экономике требовать свободного движения капиталов, товаров и услуг. При слабости армии вызывать замирное и цивилизованное решение вопросов и т.д. Все просто и логично, но нарушается сплошь рядом. Чаще всего происходит переоценка своих сил и недооценка игнорирования противников или соседей. Вариантов самообмана может быть много, вплоть до искренней веры в надежность союзников, которые по неясным причинам будут исходить из интересов и целей своих братьев меньших. Другой вариант – спрятать голову в песок и строить планы, исходя из отсутствия внешнего мира, словно существует волшебная мембрана и система замкнутая и изолированная. Многие глобальные проекты, идеологии, системы смыслов слишком хрупки и не способны существовать в конкурентной среде, бороться и побеждать других. Они и так остаются теоретическими, утопичными наработками. Из современных примеров – инклюзивный капитализм, апостолы которого изначально требовали, чтобы в мире не осталось ни одной крупной страны, не согласная с его принципами, иначе ничего не выйдет. Аналогично можно сказать про мировую революцию, в частности, Фридрих Энглес в работе «Принципы коммунизма» в 1847 год прямо отрицал возможность революции в отдельно взятой стране, так как буржуазия уже наднациональная и задавит врага. Оттого и декларировалась необходимость в одновременной коммунистической революции в развитых странах. Есть задачи научные, а есть инженерные. И совсем не обязательно, чтобы невозможное в рамках одного подхода являлось таким же в рамках другого. Искусство-стратегия – это не только разработка, следование и замеры в контрольных точках, но и своевременное переключение между разными стратегиями. В начале XX века Коминтер планировал мировую революцию, но после неудачи в революции в европейских странах в 1926 году Иосиф Виссарионович Сталин пересмотрел свою позицию о построении социализма в отдельно взятой стране. «Мы можем и должны построить полное социалистическое общество, ибо мы имеем в нем распоряжение все необходимое и достаточное для этого построения». Существование проектов в изменчивом мире – постоянная борьба. Мечты о гомеостазе и мирном сосуществовании – признак слабости, застоя и старости. Если длительное время между проектами существует равновесие и отсутствуют прямые конфликты, значит есть система более высокого уровня, которые регулируют их противоречия и заставляют подчиняться своим законам, или у более сильного утрачена воля к победе. Представители национальных и религиозных систем редко говорят об их конечности во времени, а для построения на идеологии глобальных проектов это частое явление. Чаще всего происходит описание конца истории в стиле учения Маркса «всесильно, потому оно и верно» Владимир Ильич Ленин. Других идеологий поэтому не будет, а нации и религии отомрут, так как утратят свою актуальность. История показывает, что подобные планы разрушаются падением пассионарности носителей. За пламенными революционерами, зараженными мессианскими мечтами, следуют люди совсем другого склада. Одно-два поколения, после чего национальное и религиозное самосознание начинает пробиваться сквозь идеологические смыслы, как изнутри системы, так и со стороны внешних границ. Непреодолимые барьеры обращаются в хлипкие преграды. Волны варваров уничтожают очередной недостроенный Вавилон. Существование проектов в изменчивом мире – постоянная борьба. Мечты о гомеостазе и мирном сосуществовании – признак слабости, застоя и старости. Если длительное время между проектами существует равновесие и отсутствуют прямые конфликты, значит, есть система более высокого уровня, которая регулирует их противоречия и заставляет подчиняться своим законам. Или у более сильного утрачена воля к победе. Представители национальных и религиозных систем редко говорят об их конечности во времени, а вот для построения на идеологически глобальных проектов это частое явление. Чаще всего происходит описание конца истории в стиле «учение Маркса всесильно, поэтому оно и верно» – Владимир Ильич Ленин. Других идеологий поэтому не будет, а нации и религии отомрут, так как утратят свою актуальность. История показывает, что подобные планы разрушаются падением пассионарности носителей. За пламенными революционерами, зараженными мессианскими мечтами, следуют люди совсем другого склада. Одно-два поколения, после чего национальное и религиозное самосознание начинает пробиваться сквозь идеологические смыслы как изнутри системы, так и со стороны внешних границ. Непреодолимые барьеры обращаются в хлипкие преграды, волны варваров уничтожают очередной недостроенный Вавилон. Может ли проект эволюционировать, преобразиться или обрести новую жизнь? Да, но для этого с самого начала нужно закладывать механизмы защиты, входные барьеры, фильтры и ограничения внешнего влияния, а не верить в превосходство и способность растворить любое влияние внешнего мира. Из последних наглядных примеров – крах концепции мультикультурализма в ЕС, что оборачивается геополитической катастрофой. Обратный пример – кто только не хотел стать 16-й или 17-й республикой Советского Союза, но Иосиф Вистренович Сталин и последующие руководители не шли на поводу теории. Извне победить СССР не вышло, проиграли внутреннее поле, но это другая история. И да, наш панрегион должен формироваться по жестким принципам доступа и границ. Радует, что в отношении мигрантов изменение политики началось. Продолжая тренды, через несколько лет мы не узнаем в хорошем смысле нашу страну. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите ваши комментарии. Я вам желаю всего хорошего.